Меня зовут Исилина. Спасибо. Что вам рассказать, чем я занимаюсь, о моей деятельности? В основном я занимаюсь продвижением Инстаграм. И основная задача моя непосредственно, это заниматься продвижением организации, либо же компании. У меня не было с самого начала, к сожалению, я многое пропустила, поэтому я готова сказать только лишь то, что на самом деле Инстаграм является сейчас довольно-таки самая популярная точка, что рекламная точка, что точка популярности. То бишь объясню вам. Как вы поняли, если ранее для того, чтобы стать популярным, надо было двигаться, идти на какие-то проекты известные, вкладывать огромные силы, усилия и так далее, то сейчас это намного проще сделать. То бишь это нужно иметь либо финансовую сторону и вложение в какие-то определенные паблики, в какие-то рекламные точки в Инстаграме для того, чтобы популяризировать свой проект. Определенно. То сейчас нам важно создать просто хороший, интересный контент в Инстаграме. Вот как вы сказали уже, вы правильно сказали, на это отводится определенное время, чтобы человека зацепить. То же самое, как ведущему. Для того, чтобы ведущий зацепил, нужно буквально пару секунд ухватиться. То есть это должно быть вот... Ну вот ведущему отводится, допустим, 10 секунд. Если ты первыми словами его уже зацепил, то дальше человеку будет интересно тебя слушать. А если ты его не зацепил, да, то есть он будет зацепать. То же самое у нас в Инстаграме. В Инстаграме любят смотреть на что? Это, наверное, 3 или 4 каких-то определенных фактора. То есть это может быть что-то вкусное, да, то есть люди любят посмотреть на что-то вкусное, что-то покушать там. У них проявляется какой-то аппетит к этому. Они любят смотреть на что-то шокирующее. Или чтобы вот выразиться как-то, может быть, я выражусь некрасиво, но я все-таки скажу, многие еще любят смотреть на дебилов. Я вам скажу, как есть. Реально это так. То есть это на всякого, да, неадекватных людей, которые могут выбежать там в центр города Ростова, допустим, полуголыми, да, там или голыми пройдутся. На это тоже люди смотрят. Почему? Потому что, блин, ну, пипец. Вот так вот выражается в основном. А также люди смотрят на что-то... Основной по-другому, но в молодости. Да, я сказала, полетно ступно. Вот, но могу сказать, что еще также смотрят на таланты людей. Но сейчас очень много талантливых артистов, на самом деле, что есть такие талантливые артисты, которые никому неизвестны, но у них талант вот в себе прям. Но он не создает такой контент, который цепляет. То есть люди почему вот сейчас стали каверы записывать? Многие вот как выражаются, это опять-таки выражалось неправильно, наверное, некорректно, но все-таки идут за стадом. То есть это так получается. Вот один человек записал кавер похожий, и они идут за ним, они записывают похожие каверы. А надо записывать другие, надо придумывать свои. То есть для этого должны быть идеи. Если он когда-то там пел в одном формате, то ты должен придумать такой формат, которого не было ни у кого. И вот этим самым ты уже можешь зацепить человека. Если же ты хочешь, допустим, в Инстаграме есть определенные направления. Если ты хочешь популяризовать свой проект и стать, допустим, раскрутить свой бизнес какой-то, это одежду раскрутить. Если ты хочешь раскрутить себя, то это вообще другое абсолютно. То есть ты здесь должен быть. Когда человек раскручит личную страничку, он должен создавать красивый формат именно своей жизни. То есть ты должен показывать себя разносторонним человеком. То есть это как правило, знаете, на одного человека скучно смотреть. В тебе должно быть несколько человек, чтобы ты мог, естественно, его показать. То есть где-то ты талантливый, где-то ты умный, да, там читаешь книжки и так далее. Где-то ты спортивный, ты там занимаешься спортом. Я у вас загрузила, наверное, можно с ним, по-моему, поговорить. Если ты хочешь раскрутить бизнес, то, естественно, нужно делать уклон огромный, в первую очередь, на торговые точки. То есть имеется в виду на паблики, на которые ты будешь оплачивать, потому что с нуля страничку не раскрутить. По статистике у нас в России аудитория обращает внимание на Инстаграм только после того, как Инстаграм имеет уже что-то. Я бы сказала, это так. То есть если у тебя 10 тысяч подписчиков есть, на твою страницу зайдут и посмотрят. У тебя нет 10 тысяч подписчиков, на нее даже не зайдут. Потому что я не думаю, что эта страница устарела. У вас 118. 115, да. 16. А, уже 116. Да.